Чем хорошо быть агентом? Потому что можно заработать сколько хочешь. Я работаю в команде Олеси Рудаковой. Вы знаете, в прошлом году наконец-то ввели профессию риэлтор, потому что раньше не было у нас профессии. То есть получается, что каждый человек нельзя было в трудовую книжку записать или как-то себе назвать. То есть называл каждый себя как мог. И сейчас действительно есть добровольная сертификация, но все эти законы, мы относимся к гильдии риэлторов Московской области. И гильдия как раз лоббирует все законопроекты, чтобы риэлтор стал профессией, чтобы человек мог сказать и написать об этом, что он специалист по недвижимости. Чем хорошо быть агентом? Потому что можно заработать сколько хочешь. И это не слова. То есть можно заработать 10 тысяч. То есть я считаю, что если ты зарабатываешь 10, 15, 20, 30 тысяч, то тебе надо уходить из агентов. То есть есть такие агенты, которые, знаете, если разделить их количество сделок в год на среднюю зарплату, получается, в принципе, как дворник получает. Тогда надо все сворачивать и идти в какую-то другую область. Но хороший агент может получать и 50, и 100, и 150. Как потопал, так и полопал. Прямо напрямую в нашей профессии это зависит. Рекорд какой сейчас? 148 сейчас. 148 продаж в год? Да, 148 сделок в год, да. Это сколько получается в месяц? Это 10-15 объектов я продаю в месяц. Зачем мне нужна Олеся Сергеевна? Ну вот смотрите, каждый кулик свое болото хвалит. То есть вы пришли к застройщику, специалисты такого уровня, как мы, можем вам предложить любые новостройки. В городе нашем, в Москве, по Подмосковью, даже в Санкт-Петербурге, в Сочи. То есть предложить вам выбор и сказать, чем они отличаются друг от друга. Какие плюсы, допустим, в этом копились, какие в этом. Это же цены, правильно? Допустим, какие документации, чем этот застройщик, от этого, какое качество жилья, почему, допустим, у этого дешевле. Когда лучше мы знаем, допустим, что вот этот застройщик сейчас выкинул 20 квартир, а у него будет уже подешевле цены, то есть мы этими ситуациями владеем. То есть информация стоит тоже денег. Плюс еще очень интересно, что многие, мы же относимся к гильдии риэлторов, то есть у гильдии риэлторов как с банками, так и с застройщиками есть дополнительные партнерские обязательства, по которым, соответственно, тоже предоставляются определенные скидки и зачастую бывает выгодно людям купить даже дешевле, чем в отделах продаж. Очень классная команда. Я прям, я когда прихожу и впервые общаюсь со своим клиентом, с холодным клиентом, который не очень-то рад меня видеть впервые, да, и у меня есть такая коронная фраза, помимо того, что я, меня зовут Арина как няня Пушкина, у меня есть вторая такая вот моя фишечка. Я говорю, я работаю в команде Алиси Рудаковой. Как правило, у агентов есть такая, ну, у большинства агентов есть миссия, да, ну, помимо там заработать, еще чего-то, у агента в голове, ну, прежде всего, наверное, должно быть желание помочь человеку. Вы знаете, когда ко мне обращаются вот продавцы, они как раз и думают, что, может быть, вот обращаться или не обращаться. То есть как раз экономить, допустим, на комиссии часто человеку, он думает, почему он старается продать самостоятельно, чтобы сэкономить, допустим, те же какую-то эту сумму, да, которую комиссия составляет, и, допустим, поехать там отдыхать на эти деньги или какую-то мебель купить. И зачастую вот как раз моя задача рассказать, что с агентом он может продать дороже. То есть заплатив там те же там 100-150 тысяч, он может продать на 300-500 тысяч дороже. Первую неделю у всех был стресс. Я тоже, я играла на гитаре, песенки пела, значит, как-то там вот пыталась что-то придумать, то есть творческое. А потом я поняла, что надо что-то делать. И мы стали проводить онлайн-показы, мы стали также работать на телефоне. У нас же такая работа, в принципе, переговоры. Мы стали проводить Zoom-конференции через Skype, через Zoom, общаться с людьми и скапливать вот этот отложенный спрос. Ведь потом то, что мы и думали, то и случилось. То есть люди, они как бы как в бочку, они, знаете, как вот такое, потом бум, и все взорвалось. Наша работа, она идет фазами, да. Вот сегодня у тебя поиск клиентов, потом эти клиенты или продали, или купили. Ты ведешь сделку, это тоже иногда месяц, иногда два, иногда три, да. Потом сделка проходит, и начинается, как бы ты готов для поиска, да. Ничего в пандемию не остановилось. У меня были текущие сделки, работали банки, работали нотариусы. Мы немножко перестроились, мы гораздо больше стали пользоваться электронной регистрацией, которую предоставил нам Сбербанк. Мы стали пользоваться электронной регистрацией у нотариуса, и у нас сделки шли, ничего не остановилось. Да, их, конечно, стало меньше, потому что показы не осуществлялись. Я как раз занялась холодными звонками. Я все равно каждый день 4, 5, 6 часов я работала. И когда вот эти два месяца пандемии, они закончились, просто вот, да, мы вышли, и у нас авансы, сделки, авансы, сделки, авансы, сделки. Для меня всегда трудно, когда меняется коллектив. То есть всегда коллектив – это новые приходят, старые уходят, какие-то бывают перетрубации. Для меня, наверное, каждый человек, который работал у меня, я всегда тепло отношусь к людям. И, наверное, для меня трудно, когда что-то меняется, да, вот именно в коллективе. Самый счастливый – это всегда был день фирмы, когда я вижу радостные лица своих сотрудников, когда я сама радуюсь, что с каждым годом мы все профессиональные, все лучшие. И для меня, наверное, вот каждый счастливый – это какой-то праздник, который у нас происходит. У нас есть день грибника, мы ходим за грибами, у нас есть, значит, вот я там всем устраиваю. Вот сегодня у нас была такая вот хорошая там какая-то фотосессия. Какое-то вот любое развитие, любой какой-то там выезд в театр, мы помним, выезжали всем коллективом, да, какое-то вот такое вместе объединение. Мы очень редко бываем вместе, потому что мы много работаем. И вот как раз те моменты, когда весь коллектив собирается и может друг с другом просто даже пообщаться, вот для меня это счастье. Я посоветую молодым бизнесменам вообще двигаться всегда вперед, не останавливаться, начинать каждый день с нуля, то есть забывать все, что делал, и работать, и нарабатывать вот эти навыки. Да, навыки в разных, и в управлении, и знать то дело, чем ты занимаешься, так прожить его как бы даже если не с нуля, но разбираться и, конечно, это относиться к людям, наверное, так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Редактор субтитров А.Семкин